Здравствуйте! Это программа «Строительство в деталях». Только мы расскажем вам всю правду, покажем технологию, поможем разобраться во всех нюансах строительства в Москве. Круговорот воды в Новой Москве или как модернизируют систему водоснабжения? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Территория Новой Москвы в ближайшие 10 лет будет обеспечена водой нового качества. В Тенау проходит масштабная модернизация водопроводной сети, в ходе которой строителям предстоит переложить около 350 километров трубопроводов и реконструировать около 50 водопроводных сооружений. Основные водоводы пройдут от Кольца Москвы вдоль Калужского и Киевского шоссе. На расстоянии в 30-35 километров в Новой зоне Московская вода будет поступать с западной станции водоподготовки. Первый участок водовода вдоль Калужского шоссе возьмет свое начало от насосной станции в Старой Москве и дойдет до деревни Сосенки. Вдоль Калужки планируется дотянуть водопровод до сельского поселения Вороновское. Тем самым протяженность водопровода составит почти 20 километров. Что же касается остальных территорий, то они будут снабжаться водой из подземных источников. На месте старых артезианских скважин, откуда воду закачивали прежде, уже построили 12 новых водозаборных узлов. На объекте побывала наш корреспондент Вероника Алфимова. Правда, как мне сообщает режиссер, сейчас она находится не на стройплощадке, а в какой-то лаборатории. Вероника, привет, ты профессию решила сменить или проводишь исследования, скажем так, для пользы дела? Елена, здравствуй. Сегодня мы решили вспомнить уроки химии и изучить свойства H2O, известные еще как вода. Ее мы будем пробовать на вкус и запах, тестировать в независимой лаборатории. Ты спросишь, какое все это отношение имеет к строительству? Отвечу, самое непосредственное. Ведь речь пойдет о реконструкции водопроводной сети в Тенау. Ну что же, Вероника, тогда мы тебя внимательно слушаем. Видите, раствор желтеет. Это проявляется калийодистой. Это йод проявляется. Это хорошо? Это должно быть так. Словосочетание «остаточный хлор», «органолептические свойства» и 400 микросименс, которыми здесь с легкостью оперируют, для филолога звучат почти как китайская грамота. С помощью этих показателей специалист легко определит, насколько вода соответствует нормам Санпина, то есть можно ли ее употреблять. У нас нормальное количество хлора в воде, порядка 0,98 миллиграмм в литре. Это что значит? Пить можно? Да. Такие исследования. Вода проходит ежедневно в автоматическом режиме. Тот самый остаточный хлор вряд ли определишь на вкус, но с началом модернизации водопроводной сети жители Новой Москвы все же почувствовали разницу. Сейчас вода хорошая. Раньше, потому что трубы старые были, чаще просто шла ржавая вода. Перемены заметили и в Центральной диспетчерской МОЗ водоканала. Количество звонков и аварий, поступающих сюда в Центральное диспетчерское управление, значительно снизилось, практически в три раза. Поставлять воду в дома новомосквичей будут крупные подземные сети, которые протянутся из Москвы на присоединенные территории. В этом году они дойдут до поселения Марушкинское. Следующим на очереди будут поселения в районе Внуково. Вот так мы будем постепенно двигаться по Калужскому и Киевскому шоссе, но при этом мы выполняем работы и по ВЗУ. Полностью звучит как водозаборный узел. Всего предстоит обновить около 40 таких сооружений. На 12 работы уже закончены. Раньше здесь круглосуточно дежурил персонал, человек по 5 в сутки. Включение и выключение скважин, из которых поступает вода, регулировка давления, все это происходило вручную. Сейчас же это полностью автоматический процесс. Управлять можно с помощью вот такого экрана. Этот ВЗУ поет чистой водой примерно 5000 жителей поселка Птичное. До проведения реконструкции отсутствовали системы очистки воды. И вода из подземных водоисточников подавалась по прибителю в исходном качестве. Теперь при помощи насосов вода из скважины сначала подается на станцию очистки. Здесь она проходит через реагенты и щебеночно-песчаный фильтр. А затем поступает в резервуары питьевой воды. Вот такие огромные синие бочки, каждая объемом 500 литров. А уже отсюда в квартиры жителей. Металлического привкуса я не чувствую. Нет, по качеству ничем не отличается от московской дупроводы. В поисках воды мы заглянули и под землю. На смену изношенным водопроводным сетям приходят водоводы-долгожители. Это не просто чугунная труба, говорят специалисты, а социально значимый объект. По нему вода придет к школьной пристройке, которой, правда, еще нет на карте поселка Новофедоровская. В монтаже стальных труб мы бы не смогли поучаствовать. А здесь мы можем приложить свою руку. Сейчас мы затягиваем хмоты. Не требуется никакой сварки, правильно? Да, совершенно верно. Моя, кажется, надежно прикручена. Благодаря такой технологии специалисты экономят время сборки водопровода. Вместо положенных четырех месяцев укладывается в полтора. В ближайшие годы новая Москва будет развиваться и в других направлениях. Появится миллион рабочих мест, 600 километров дорог и 40 километров линий метро. Одна из стратегических задач – это закончить территориальную схему Троицкого и Московского административных округов. С учетом транспортных коридоров, с учетом инженерных коммуникаций, позволит нам раскрыть потенциал еще на ближайших 20 лет. Что же касается водопроводной сети, то работы по обновлению коммуникаций строители планируют завершить в ближайшие 10 лет. А это значит, текущие трубы и ржавчина в стакане больше не будут беспокоить москвичей. Субтитры создавал DimaTorzok